Всем добрый день! Меня зовут Яна и вы на канале всембусики.ру Сегодня у нас необычное видео, которое посвящено не украшениям, а картинам из страз. Такие картины обретают все большую популярность. И мне тоже захотелось сделать такие картины. Ну и покажу вам, с какими нюансами я столкнулась и как, собственно, они создаются. Итак, для работы нам понадобится рамка со стеклом размером 21х30 см. Распечатка. Я взяла из интернета первую попавшуюся картинку, которая посвящена Дню Святого Валентина. И к 8 марта это также подойдет. Немного увеличила картинку для размера моих страз. Они у меня 5 мм. Ну, собственно, сами стразы нам нужны. Нам нужно обезжирить поверхность. Это может быть жидкость для снятия лака, либо спирт. Это клей. Я использую клей момент гель секундный. Это карандаш для работы со стразами. И несколько зубочисток. И для начала работы нам нужно разобрать рамку и поместить наш трафарет под стекло. Забыла упомянуть про зажимы, которыми мы будем крепить стекло и трафарет. Можно также использовать бельевые прищепки. Стекло можно почистить хорошенько заранее. Я этого не делаю. Очищу его уже после высыхания. Но обезжиривать нужно обязательно. Я обезжириваю это местами. То есть, ровно то место, на котором я буду сейчас приклеивать стразики. Так как в любом случае это место еще можно заляпать. Поэтому частично обезжириваем. Далее немного клея наношу на кусочек картона. Он не засохнет, если мы будем работать быстро. И наношу маленькими точечками по трафарету. Буквально совсем немного, чтобы в дальнейшем клей не выходил за пределы стразиков при наклеивании. Можно наносить клей на большую площадь, если опять же работать достаточно быстро. Он не высохнет. И в дальнейшем уже наклеивать стразы. Далее немного страз. Мы рассыпаем рядышком для удобства работы. Ну и тут, конечно, не заменим карандаш для работы со стразами. При помощи него мы захватываем стразинку и ставим ее на нужное место. Таким образом работа происходит очень быстро. И вполне себе за час можно собрать красивую картину. Покажу процесс поближе. Вот я немножко выдавливаю клей. Совсем немного наношу его на зубочистку. И маленькими точечками наношу на трафарет. Кто-то клеит стразы на бархат. Но я все-таки думаю, что на стекле гораздо удобнее, красивее, ну и практичнее. И карандашиком захватываю и ставлю в нужное место. Для работы со стразами такой карандаш просто незаменим. Он в разы ускоряет работу. Ну и, конечно, с ним все аккуратнее получается. Потому что в нужное место стразик можно без проблем поставить. И так вот у нас остается последний кусочек. Мы его обезжириваем также аккуратненько. Наносим точечно клей. Если делать такую работу на подарок, то это получается очень красиво и очень бюджетно. То есть, ну вот у меня получилось, ну не более 300 рублей. То есть, самая затратная это рамочка. Маленького бутылечка клея хватит на много картин. Я думаю, что около 10 вполне можно сделать. Карандаш для страз тоже вещь очень недорогая. Ну и сами стразы стоят недорого. При этом сейчас в нашем магазине на них большая скидка 50%. Поэтому такую картину может создать каждый. Вот какая красота у нас получилась. Нужно дать теперь ей полностью высохнуть. Желательно оставить ее до следующего дня. Затем можно аккуратно протереть, полностью убрать отпечатки пальцев и другие загрязнения. И поместить в рамочку. Чистить нужно уже не обезжиривающей жидкостью какой-то, а просто водой аккуратно, полотенчиком, либо жидкостью для мытья стекол, но очень аккуратно. Помещаем эту работу в рамочку. Для фона можно использовать цветной картон, либо бархатную бумагу, для того, чтобы эта картина выглядела более эффектной. И любуемся результатом. Согласитесь, красота. Я думаю, что это будет прекрасным подарком. К любому празднику можно подобрать картинку, к совершенно любому торжеству. Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезным. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылку для покупки страз я оставлю под описанием. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх. Пока-пока!